Страна должна помнить имена тех, кто ковал великую победу, кто подарил мирное небо. Наш земляк Султан Хамид Алакманович Биджиев встал на защиту Родины с первых дней Великой Отечественной войны, сражался с врагом на Курской дуге. За проявленную храбрость и мужество капитану авиации присвоено звание Героя России посмертно. Но его имя бессмертно. В станице Зеленчукской прошло патриотическое мероприятие, посвященное памяти славного сына Карачаева Черкесии Алла Качиева. Подробнее. В этом году Герою Российской Федерации Султан Хамиду Алакмановичу Биджиеву исполнилось бы 105 лет. С 2018 года его имя с гордостью носит вторая школа в станице Зеленчукской. На сегодняшний день в образовательном учреждении 652 учащихся. Периодически здесь проходят уроки мужества памяти капитана-летчика штурмовой авиации Султан Хамид Абиджиева. Несмотря на юный возраст, школьники из рассказов своих дедов и прадедов знают, какой ценой досталась та самая победа в 45-м. Мы им благодарны очень. Они ведь защищают нашу жизнь и Родину. Мне бы хотелось жить в мирном, спокойном мире, где нет войны, чтобы дружили все народы вместе. Зачем война, если можно спокойно общаться, дружить? И чтобы был этот самый мир на земле, участник битвы на Курской дуге Султан Хамид Абиджиев на своем штурмовике Ил-2 совершил 91 успешный боевой вылет. Уничтожил 11 танков противника, 32 автомашины с войсками и грузами, 6 повозок, подавил огонь 9 зенитных точек. В составе группы взорвал 5 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Героизм и мужество Султана Хамид Абиджиева, проявленные в годы Великой Отечественной войны, отмечены орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Знака Почета, Отечественной войны Первой степени. А в 1995 году указом президента ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. О бессмертном подвиге Султана Хамид Абиджиева говорили на очередном памятном мероприятии. «Именно патриотизм, любовь к родине, начинается со школьной семьи. И на примере наших отцов-дедов, которые защищали нашу родину, проявляя мужество и героизм, и порой собственной жизнью, мы живем благодаря их в такой спокойной стране. И мы не можем это забывать. И это должно передаваться из поколения в поколение. Потому что они не зря воевали, не зря жизнь отдавали за нас». Султан Хамид Абиджиев внес неоцененный вклад в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Карачаевой Черкесии и в мирное время, находясь на партийной и хозяйственной работе. Сегодня дело Героев продолжают славные потомки, защищая интересы Родины в зоне специальной военной операции. Сейчас на передовой десятки ребят и из Зеленчукского района, отметили собравшиеся. «Мы выпустили в большую жизнь много достойных выпускников. Мы выпустили в первую очередь людей с большой буквы. Кроме Султана Хамид Абиджиева, школа гордится своими выпускниками, которые погибли, участвуя на СВО. Это Чагаров Тимирлан, это Николенко Денис и теперь вот Суворов Артем, смерти которого, о гибели которого школа узнала совсем недавно. Это наш выпускник. В наше непростое время, сложное очень время. Надо наших детей воспитывать в патриотическом духе. Мы сегодня отмечали праздник героя нашего, с которого дети должны брать пример. Слава Богу, что у нас сильная, мощная Родина, что есть такие люди. Без армии ни одна страна не существует. Армия – это оплот того, что у нас будет независимость. Это то, что мы будем жить на своей земле. Никакой враг нас не достанет. Наши дети должны видеть этому и учиться». Он – пример настоящего патриотизма и интернационализма. Своё имя – ветеран Великой Отечественной войны Султан Хамид Лукманович Беджиев золотыми буквами вписал в историю страны. Память о Герои Российской Федерации будет жить в сердцах благодарных потомков. Алла Качиева, Матчучаев, Ренат Муков. Вести Карачева, Черкесия. Станица Зеленчукская.